Так, друзья, начинаем вебинар. Мы начинаем КВН. Для чего? Для чего? Так, 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 так. Так, ну, осталась одна минута. Народу, как всегда, мало. Мы всегда привыкли опаздывать. Единственный случай, я считаю, когда опаздывающие постоянно люди имеют пользу, это когда они опаздывают на самолёт, на неисправный. Вот тут да. В остальных случаях вот так бывает. Так, ну что. Ага, всё. 16 по Москве. Сейчас мы с вами начинаем КВН. Вебинар номер 303, если брать оба потока. Значит, перед вами сувенир Востока. Сфотографировал с расстояния метров 20. Сейчас поймёте, почему и зачем я это говорю. Так, вот это тоже, это есть метров 20. Это мой сосед, очень хороший человек, зовут Пётр. Пётр, абсолютно не садовод. Поймал момент, когда он друга своего водил по саду и угощал. Поздоровался я и сказал. Пётр, значит, представим мой сувенир Востока всем людям. Почему? Сейчас поймёте, почему. Значит, это яркий пример, что у моих соседей есть прекрасное. Я целый фильм снял уже то, что падает соседу через забор. И у меня некоторые деревья посажены в метре, полуметре, а есть в сантиметрах от забора. И никто в суд не подал из четырёх соседей. Ни один, ни один. На то, что я нарушил правила, там, какие-то санитарные нормы, и деревья свешиваются к ним. Кроме благодарности ничего не имею. Вот ещё один пример. Но дело в том, что я тут написал, замельки, ау. Вы знаете, что происходит? Несколько лет, не считая одного-двух случаев. А я гордился, что в Красном Хуторе, в моём посёлке, посёлок не маленький. Когда-то там даже школа была. Так вот, посёлок не маленький. И за последние годы один-два человека купила саженцы. То есть, абсолютно, да, строится. Да, половина посёлка, это уже горожане. Уже они местные. Местные долго вымирали. И в основном половина исчезла из-за спирта рояль. Я считал, в каждом пятом доме продался спирт рояль. А в четырёх остальных из пяти домов его пили. Вот. И быстренько, быстренько, за год, за два, за три переселили на кладбище очень много мужиков. Опустили поля, картофельные, поняли, да? Раньше делили картофельные поля на эти, на участки. И люди садили картошку, и даже общий трактор был. Всё. А сейчас, ну, просто новое поколение, это и поколение сменилось. Ну, в общем, ничего больше нет. Саженцы наши больше не нужны. Если бы не Россия вся, оттуда заказ, отсюда, с Питера заказ, там, с Перми заказ, там, с Владивостока заказ. Вот если бы этого не было, тогда бы вообще уже всё бы умерло. Вот. И грустная эта тема. И смотрим дальше. Мне было 34 года, когда я сюда приехал, так? Вот. Почему нужно, возвращаясь к теме, именно садов. Поймёте сейчас, поймёте, я надеюсь, проникнетесь. 34 года я сюда приехал, прошло 40 лет. Значит, что за эти годы изменилось? Первые два, три, пять лет, это сумасшествие, которое меня буквально сдвинуло, все мои мозги, все было настроено садоваться. И весь Саиногорский, весь, и всем давали землю. Вот был же такой момент. Давали от предприятий, выпиливали вековые сосны, и люди умудрялись эту землю потом распахать. Там, где выпиливали сосны. Давали прям тайгу. И вот это было, так? И раз. Огромное количество фруктов поступало на рынок. Мой покойный друг, бывший мэр, значит, Ярослав, значит, он даже мечтал построить фабрику, здесь, в Саиногорске, заложить, по переработке фруктов. Мы не знали, куда их девать. Ой-ой-ой. И меня это тоже коснулось. Это было. А теперь ничего этого нет. Зато, поняли теперь, больницы не справляются с это. С каждым годом поток растет. Как они умудрились это самое, людей лечить? А попробуйте попасть сюда вначале. Уже. Вы знаете об этом. Это в каждом городе. Вот. Есть две проблемы. Больницы ократили, а с другой стороны больных каждым годом больше. Я все больше хороню. Я все больше узнаю про онкологию. Вот. И мне кажется, что те меры, которые принимает правительство, наверное, они хороши. Но там очень красиво звучат все эти меры по увеличению населения. А самое главное-то этого нет. Каждому, каждому, хочешь, не хочешь, вот гектар, не хочешь, не бери. Сосед два возьмет. А и ты не хочешь заниматься. Сосед три возьмет. И возьмет, и еще и это. Еще спасибо скажут, что отказались. И так по всей стране. Вот. И детей пересадить с этих самых. А у нас, каждый год говорят так. А мы опять построили. А у нас строительство этих, они у вас, таких очень высотных домов, с которых потом, это самое, не эвакуируйся. Вы видите, что творится. Потом не сможешь эвакуироваться. Есть этажи 15, 20, 25. Вот. Переселить. Особенно это детей касается. В саду. В саду. Я вам сколько-то лет показал. Вот. И нужны силы примера. А как нужны силы примера? Это должны сделать звезды, шоу-бизнес. Это должны быть министры, капиталисты. Почему? Я всегда привожу пример. У нас люди, у них есть такое, это извините, качество. То ли попугайское, то ли обезьяне. В нашей стране я ничего не привлечу. Я не собираюсь никого оскорблять. Однажды Алла Пугачева вышла в берете. Берет, конечно, дурацкий, он ее не красил. После этого миллионы наших женщин, это мой любимый пример. Почему? Потому что можно же привести пример-то с садами. Поняли? И вот миллионы женщин надели береты, которые их уродовали. Было? Было. Я, ну там ладно, я хоть знаю, кто, а этот самый, автор этого изобретения, ходить берете в этом, в уродливом. А сейчас, когда все женщины страны одели рваные штаны, я вначале думал так. Ведь здорово. Отказавшись от юбок, женщины многое потеряли. Догадывайтесь почему. Но они одели штаны. В штанах бывает и удобнее, с одной стороны, наклоняться, а с другой стороны, есть женские физиологические проблемы. Тут штаны мешают. И вот я подумал, кто-то умный, а кто есть сейчас, не знаю, придумал сделать бирки на штанах. И тогда получается дополнительная вентиляция у женщин. Ну и хорошо. Я говорю, что с высоты своего возраста, поэтому мне можно обо всем говорить. Ну тогда бы взяли бы, опять, от кого пошло? Кто первый одел рваные штаны? Кто? Ведь это же все рванья ходили. И ходили, и сейчас все ходят, все же меньше. Ну ходят, видно же. Они же не тачатся по домам в штанах рваных. Все на виду, все на показ. Ну ладно бы, эти дырки бы делали, ну видя, розочки. Там какие-нибудь красивые дырочки такие. Это еще разукрасили там и каким-то образом как-то окантовали. И вот вам, пожалуйста, вентиляция. Нет, просто рванье. Я подумал, есть люди, которые берут пример. Эти люди должны работать. И это должно быть. А то время такая передача была. Я забыл, как она называется. Там обязательно что-то садили и звезды. В саду звезд. Опять садили, опять звезда. Опять садили, опять звезда. Привет, танцор, танцор, балерун. Это было, а сейчас этого нет. А вот тут нужно, чтобы кто-то еще, у кого больше авторитет. Ну, например, извините, я лишний раз упоминаю. Это президент страны, может быть. Это может быть пример министр. И обязательно, чтобы у него там была яма для того, чтобы туда отход. И чтобы он показал пример, что не надо это вывозить. Потому что эти помойки люди гниют уже. А помойка гниет. А даже если несколько километров гниет деревня, село, поселок. А там люди, канцерогены, до туда доходят. Это все есть? Сейчас прошу прощения. А вдруг по делу? Герезом на проводе. 300. Все, я отключаюсь, потому что я веду передачу. Я думал, вы по делу. Да, да, если так. Если вы против сливы. А я вам роскошное положу. Я вам вингерки положу десяток. Я вам черносливо положу десяток. Я вам сувенир Востока десяток. И пару десятков этих. Попроще, потому что они надежнее. Вингерок. Ой, ой, китайок. Ладно? Все, извините, работа. А люди пусть слышат, что у меня наконец клиент появился. А тут уже зубы на полку. Все, пока. Так, простите. Ненавязчивая реклама. Так. В общем, нужен вот такие люди, чтобы действительно вернуть в сады. Стоит вернуть людей в сады, но, то есть, больницы не опустеют. Но вернемся хотя бы к тем, которые были. Сейчас я смотрю, дети болеют, болеют, болеют друг у друга, заражают, заражают, заражают. У нас-то было не так. Мы тоже болели. Но мы, на нас не таскали по больницам, но это уже другая тема. Вот. Поэтому вывод. Надо отказаться от рекламы. Если, типа, сейчас у меня лично, моя передача «Усадьба». Вот. Только посадят в руках флаконы. Только посадят. А вот без этого, ну, ни за что. И ладно бы что-нибудь съедобное. А то и там цветочки, и все. И все равно надо, 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 надо. Купить, 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 купить. Утром купить. Ночью включаешь купить. Вечером купить. Это что такое? Отбивает у людей охоту или нет? Ну, многие, я знаю, записывают это сам и бегом в магазин. Вот. Ну, и, конечно, каторжный труд. Нас очень мало, друзья. И как так получается, что я, отличая от каторжного труда, мои результаты, это результаты уровня России и всей планеты. Так? Ну, почему меня так мало слышат? Почему так молчит наука? Ведь ни один, ни два уже было примера. Не смотрят. Нет. Оппоненты. Подсматривают. Тихушку. Ну, смотрят. Но почему нельзя перейти на эту сторону? Те, кто не заинтересованы рекламой, они должны быть, это самое, с нами. И нас должно быть больше. Ведь каторжный труд. Ой, черт, до сих пор это все. Все тоже это. Как не покажут фотографию или фильм. Что мы видим в нем? Ну, вспоминаем. Обязательно обработанный приствольный круг. Обязательно, а это ж, опять повторяю, червя уничтожены, бактерии уничтожены, грибы уничтожены. Вся цепочка снабжения корней уничтожена. И наоборот. Вы знаете, что такое дерево? Туда подается, подается. И хорошо, когда не скалечено. Тогда до самых верхушек подается туда сок. Потом он пошел вниз. Насыщенный тем. Глюкозой. Глюкозой. И вся подземная живность радуется этой сладости. Ну, как-то... Ну, что это такое? Ведь, я говорю, каторжный труд. Отказались от перекопки этого приствольного круга? Это ж... Да ведь его же не просто перекапывать. Он потом поддерживает это в таком состоянии. Вот. А потом еще придумали, чтобы вот... Чтобы не тяпать, сейчас его закрывает каком-нибудь дерьмом. Еще. Ну, поняли. Так, проехали. Значит, это у меня наболело. И я по такому тону сказал. Потому что я всю неделю смотрю это. Что творится в этом мире. Я ничего понять не могу. А почему ничего не меняется? Пока сильные меры сегодня перейдут на нашу сторону. Вот. Можем же в билетах ходить, в этих самых уродливых. Можем в рваных штанах ходить. Этому запросто. Чтобы больницы хотя бы вмещали всех. Помните мою племянницу? В Красноярске два раза ездила. Операцию сделали. И лежала в коридоре. Это же какое унижение. После операции лежать в коридоре. Лежать в коридоре. Под этим утка. Вы поняли? Так. Ну идем дальше. Вот эту фотографию я сделал у моего самого друга Чернобаева. В этом году случилось несчастье. Вот это вот уникальный гигантский урожай. Очень крупных. Они уже, это, тут плохо видно. Они уже 200-300 грамм. Это груша под названием гигант Подмосковья. Рухнули практически все ветки. Это страшно было стоять рядом. Обидно было до слез. Это же мой лучший сорт. Вот. Мой уникальный сорт в его саду. Но он не совсем мой. Это мараходская прессава. С Подмосковья. Назвала или называется гигант Подмосковья. До сих пор аналогов его не встретил. Вот. И вот наконец дерево, которое такое урожай. Там мы с вами когда чуть раньше фильм видели. Я ходил, он еще ничего не рушилось. Вот. И видно было. Никогда он еще мне говорит в фильме. Дмитрий жалуется. Никогда такого большого урожая не было. И наконец все рухнуло. Представляете? Вот. И вот я впервые, я растерялся. Привык другим это самое морально читать. А тут сам растерялся. Такое дерево погибает. Это невероятно. Ой-ой-ой. И не было ураганного ветра. Вот. Но никогда не будем забывать. У меня в этом год, он особый. Сейчас расскажу. В этом году у меня сумасшедший растерялся. Они очень мелкие. Против обычных. У меня даже не привитые. Довольно крупные и вкусные. Вот. Я всегда этим хвастался. Гордился. Я им костики растерял. Вот. В этот звонок. Это не засланный казачок звонил. Это просто так сопало, что 52 назад он взял и сказал. Я вам вышлю тысячи рублей, а вы мне полсотни кости. Правильно, мол, катал? Правильно. Но мне только слив. Вот. И мы с ним поговорили. Вот. И у меня, что удивляет, да, мне до сих пор не удалось с помощью помощников собрать все сливы. Мелкие-мелкие, количество невообразимое. И у меня внутри такой холодок. Ну, обходилось и сейчас обойдется. А вдруг предвестник катастрофы. А вдруг сливы знают, что будет катастрофа. И какая катастрофа? Ну, понятно, климатическая. Сильно морозная. Еще что-нибудь. Уже не знаю, что от пирога ждать. В этом году так намучились от этой жары. Три дня хожу, я это. Сам, я радуюсь, что... Хотя вроде бы холодно, а дожди идут, а я радуюсь. И вот получилось следующее. Вот это... Ну, она и раньше была такая же у Дмитриевича Дерева. И такое же было обильное. Ну, почему в этом году она не выдержала? Почему перебор такой? Ну, наверное, если брать массу плодов, наверное, разу-два больше нормы. И опять холодок внутри. Понимаешь? А это да, вот смотрите, это свежий снимок. Вот когда я у него был? Три дня назад. Вот они уже такие. Вот уже такие. Просто фотография не показывает на самом деле. Какой огромный урожай. Ну, я же всё-таки не оператор. Не этот. Персики выглядят вот так. Но... А, сейчас, 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 сейчас. Что я имел в виду? А, это самое, тоже мелочь. Ладно. Вот это я хотел сказать. Высылайте ли вы семена шелковицы, спрашивает Анатолий Потапин. Что-то он мне уже покупал. Значит, я сказал, отвечу на вебинаре. Почему? Потому что я всем вам советую не то, что не выписывать семена шелковицы, но не надеяться на чудеса. Вот. Три минутки, пять минут. Я, когда моих, этих самых украинских, украинских дедов и бабы выселили с Украинской Польши, или с Польской Украины, на берег уже чисто Советской Украины. Это где-то в 50-м, 51-м году, на берег Хевшонская область, на берег Днепра. Вот. Каким чудом у них это шелковицы выросло дерево. Я его помню с босоногого детства и до сих пор помню. Плоды настолько крупные, а я-то наречанин. Вот. Не важно. Там... И не только когда был наречанин. Но я каждый раз приезжал, я ее не ел, эту шелковицу. Ну и зачем ей есть? Я жрал, 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 жрал. И она почти каждый день падала ковром. Ее было такое впечатление, что было немерено. Вот просто немерено. Крупная, черная. Вот, вот, возьмите, вот, смотрите, вот такая вот. Вот. И сколько я ел, ел, ел. И вся живность, свиньи, эти самые, куры ели, утки ели. Всем хватало. Одна. И вот мне присылают, больше я шелковица не занимался. И вдруг мне Чернышев Валерий Петрович, примерно в 90-м году, примерно, присылает такой, значит, пакет с шелковичными семенами. Я так обрадовался. Вот. А дружил я, это все важное, то, что я говорю, дружил я с белорусом. То есть он, ну, не иммигрант, но тоже, как многие в Сибири, выходил из Белоруссии. Вот. Он, например, съездил в Белоруссию в отпуск, уже когда дружил со мной. И привез оттуда десяток саженцев. Значит, эти саженцы, кстати, некоторые дожили до плодношения, но все 10 умерли в течение нескольких лет. Последние уже до плоды. То есть просто так, в тот момент, а я же наблюдательный, я слежу за Русадом. Вот. Причем поселок Сизай рядом с моим хутором. Вот. Ну, ну, не, вижу, что просто так пересылка. А мне прислали еще это. Оттуда по пути этих самых. Три. Грецкого ореха, три саженца. Я тоже радовался, как ребенок. Они тоже замерзли за га-за-два. Это нормально. Вот. То есть специально, когда говорили, жили за мной всем готовым. Вот. Показать кукишник. Книва моим на всем готовом. Вот так мы начинали. И вот получается, что вот такая большая жменька Семян-Шелковицы. И я с ним разговариваю со своим другом-белорусом. И вдруг он говорит. Что с этим делать? Отдай их мне. А он опытный садовод. А я-то новичок. Отдай их мне. Я их пророчу. Это я... Это самое. А потом половину тебя дам. И отдает мне буквально через какое-то время. Вот такие вот размером уже вот такие вот с пальцы. Отдает мне. И их-то много штук сто. А всего их было штук двести в него зашло. Честно поделил на двоих. Вот. И я свой ящик забрал. Густо посаженный. Вот. И значит как раз землю дали. Я на острове там раскопал грядку. Посадил их уже пожиже. Вот. И несколько лет я к ним не подходил. Только щипал это. Так же как морковку щипают. Солики. Вот. Каждый год она у меня замерзала до... До уровня снега. Вот. Выше снега не поднималось. Где-то на третий год смотрю. Видно на четвертый. А так замерзает и все отходит. На четвертый год... А, их еще меньше становилось почему-то. Вот. И наконец я выделил 10 штук. Которые перестали замерзать. Я тогда не знал. Это сейчас знаю. Наверное там были и крупноплодные шелковицы. И наверное произошел отбор. То есть вся крупноплодная замерзла. А мелкоплодная. Вот они. А я радился. Я-то не знал какая она будет. И вот эти 10 деревьев. 5 оказалось мужских. 5 оказалось женских. И вот эти женские дали плоды. Внимание. Посмотрите на... Видно на ноготь, на мизинце. Вот. Все. Потом я над ним еще поиздевался. Я пробовал это. Уже и в том времени я раздобыл. Научился сам лично. Мое изобретение. Личное укоренение под бутылками. Укоренение специальных этих... Есть же такое понятие. В специальных помещениях. Таких. Которые наполовину от солнца, наполовину солнца дают. Ну, знаете, матовые стенки. Полиэтилен. И туманные установки. Чтобы была стопроцентная влажность в воздухе. Вот тогда они укореняются. А здесь бутылка и поливая. И на удивление, хотя мне авторитет всегда сказал, не укоренятся. Но это было же... У меня хорошо укоренились. Но это была другая тема. Потому что я к тому времени уже нашел замерзшую бустую шелковицу. Опять в поселке Сиза. Мне все эти... Персик, Хасанский, Шелковица. Мне это благодарность от Бога. Потому что я в поселке Сизая, в музее имени Рыгина, читал лекции полутора десяткам пенсионеров. Из Саяногорска приезжал специально. А как добирался? Это отдельная тема. Ну, это, знаете как, у меня можно было сравнить. Да куда до меня, например, к Нансену Фридриху, который добрался до Норильска. Ну, сами понимаете. И ни разу не замерз. Чехов добрался до этого. Чехов читали, кто же не читал про Сахалин? Вот. Ну, он доехал в этом, в отапливом вагоне. То есть мне было похуже, чем им. Поэтому я тоже имею право книги печатать. Так же, как Нансен, так же, как Чехов. Да? И вот тогда получилось следующее. Я уже укоренил. И что мне было делать с этими сельцами? Они же не годятся. Что мужские они дают урожай. Что женские дают вот такие вот. И я тогда с нормальной шелковицы, она сейчас у меня есть, научился укоренять сам. Ну, я же все-таки изобретатель, не из последних. Вот. Как говорится, это шутка и справка у меня есть. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Так вот. Значит. Я тогда брал от укорененной шелковицы ветки и прививал на эти. А шелковицы, вот. И у меня ничего не получилось. Прививки не пошли. То есть использовать шелковицу-сельцу как подвой тоже не удалось. И тогда я взял топор. И до сих пор у меня только укорененная, только та, которую мне удалось раздобыть. Всезвое, благодаря моей страшной невероятной самоотверженности. Читать лекции полутора десяткам пенсионеров, это дорого стоило. Но за это я был возблагодарен и Персиком Хасанским, и этой шелковице, и крупноплодной, это самое, сливой венгеркой. Но про это рассказывал все, когда даже не было этого. Я еще рассказывал, знаете, когда мы статьи зачитывались и за рук рвали. Вот тогда та, тогда я был нужен. Заканчиваем разговор про шелковицу. Итак, семена шелковицы я не высылаю. Вот. Потому что я жалею ваши годы. Еще раз. Если что-то и выживет, то выживает по принципу. Чем она мельче, чем как бы дичее, тем у нее шансов больше. Ведь не зря у меня ни одной из пяти, ни одной крупноплодной не оказалось. Вот закончили разговор. Семена я не высылаю. И советую десяток или двадцать шелковичных этих самых саженцев укоренила моя племянница Юля. Тут где-то ниже есть фотография. И обращайтесь к ней. Ну, дешевле тысячи не продаст, удавится. Это редкая вещь. Вот. Хотя в этой осени они будут вот такие. Подразумевается, что еще год будет вот такая. Ну, если за эту же тысячу кто-то сейчас возьмет, корни будут. Это я гарантирую. Потому что все это делалось под моим чутким руководством. Вот. Вместе садили. Она только траву щипала, а я поливал. Учитывая ее здоровье. Вот так и было. Значит, только укорененная. Как бы даже вывод делаем. На основной территории России. Средняя полоса, север, дальний восток. И наоборот. Запад. Везде. Только там тоже морозы. Везде шелковица, только укорененная. Значит, с ней легко работать. Раз она укорененная. Значит, это. Вспомним северо-запад. Всегда приходит в голову этот же пример. Питер построен на болоте. Так. Ну что, идем дальше. Питер.